Переведено и озвучено по версии... КАЛАКЕН РАКУС По всему парку. Вот это уже становится интересно. Ну всё, я зову поддержку. ЭНДИ! Энди Андерсон против Мини Бона. И вот мы здесь. Три эпичной битвы битв. Два человека. Два человека. Одна эпичная битва. Одна битва. Самая ожидаемая игра в скейт. Голиафы. За всю историю. В истории. Брейл. Брейл. И человечество. И человечество. Энди Андерсон. Энди Андерсон. И Винни Бон. И Винни Бон. И? Я не могу в этом участвовать. Да он не участвует, я просто пошутил. Сегодня мы здесь для того, что, возможно, являлось самой ожидаемой игрой в скейт. В истории Брейл скейтбординг. Энди Андерсон. Энди Андерсон. Против Винни Бона. По всему парку. Гейм оф скейт. Здесь. В Калифорнийском тренировочном центре. Эндрио Эндрессон. Я не знаю, чего ожидать. Я тоже не знаю, чего ожидать. Я нервничаю. Я не участвую, я просто смотрю. И я такой. Моё сердце просто выпрыгивает. Я очень рад видеть то, что сейчас уже заваривается. Это такая честь, что я смогу смотреть и судить эту игру. А, ты значит судья? Мы судьи, чел. Мы? Мы судьи. Ну вы не ждёте никаких поблажек, ребят. Вам двум гляфам это не положено. Если я увижу, как вы хотя бы мизинчиком коснулись пала. Давай по новой, детка. Короче, для начала. Мы спросим каждого участника, что они хотят сказать перед началом этой бойни, которая здесь будет происходить. Винни, что бы ты хотел сказать? Я должен ходить первым, конечно же. И да, я соревнуюсь с волшебником сейчас. Я не знаю, чего ожидать. Это всё, что я могу сказать. Окей. И Энди, может ты хочешь что-нибудь сказать? Я знаю, что Винни умеет кучу всяких штук, которые я не могу сделать. Дайте я кое-что скажу. Посмотрим. Я снимаю видео с Энди. Я видел, как у него что-то не получается, наверное, раза четыре. За все те видео, которые мы с ним сняли. А Винни? Я могу с этим согласиться. Он? Он катает просто в режиме Бога, наверное, последние три дня. В смысле, последние три дня с рождения? Ну, типа... Мы находимся здесь со среды. И с того дня Винни приземлил просто каждый трюк. Каждый? Мне кажется, он не приземлил где-то два трюка, мне кажется. И всё. Я даже не знаю. Короче, серьёзно. Пришло уже время скинуться. Мы сделаем всё максимально непредсказуемым. На счёт три выкидываем. И так три раза. Три раза. Три раза. Лучше из трёх раз. Из трёх раз. Окей. Так начнётся же турнир. Короче, один, два, выкидываем. Давайте, ребят, вы встанете поближе. Найджел, следи за ними. Окей, один у Винни. На самом деле это довольно напряжённо. Давай. Камень, ножницы, бумага. О, два на счёту Винни, и он ходит первым. Короче, битва начинается. Винни бы он ходит первым. Ну ладно, давайте начнём. Игра по всему парку. Начну на вот той грани. Погоди, пока ты не начал. Ты хочешь сказать мне, что ты делаешь все эти трюки с телефоном в кармане? О, да? Да я тоже. Ты чё, парень? Да что, с вами со всеми не так. И у меня даже чехла нету тоже. У меня тоже нет чехла. Да я чё, я чё, чё-то не понимаю. А тебе на телефон нужен чехол, ты чё? У меня шестой. У тебя одиннадцатый. Окей, ладно, 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 давай, езжай. Начнём с этой грани, я сделаю круг. Погодите-ка, дайте-ка я примерюсь. Я здесь ещё не катался сегодня. Короче, Энди Андерсон больше катается в боулах, чем в стрите, да? Да, Энди в стрите вообще не катается. Так что это будет интересно. Хорошая будет игра. Это будет борьба миров. Да. Вау. Ладно, следующий трюк. Бэклип. Просто, чтобы вы знали, я никогда не делал бэклип на таком большом рейле. Бэклипы это для меня новое. Я всё равно сделаю, зачем я вам это говорю? Окей, окей. Окей, окей. Так, круто. Волшебники могут сделать что угодно. Он всё ещё жалеет меня, вот в чём фишка. Да, трёхов скат. Пролилась кровь! Попробуй ещё разок. Но мне всё равно буквы, но я просто хочу сделать. Я всё ещё его боюсь. У волшебника пошла кровь. Хе-хе-хе-хе. Алиуп фронт монети. Пойдём туда. Где вылет на рейл? Я сделаю вылет на лип. Вылет на лип. На паре своих трюков он выглядел немного нервным. Я и не знал, что с этой стороны тоже есть рейл. Я всё ждал, когда он поедет на этот. Но даже и не знал, что здесь есть такой же. Вы сняли? Да, да. Мы просто забыли, что за нами тоже есть такой же рейл. Я сделаю просто бэксмит. Без гэпа, просто бэксмит. Короче, бэктейл на фэки. О, хорошо. Это всё очень большие трюки для меня. Он делает их так, что они кажутся простыми. Ты справляешься как чемпион. У тебя они тоже кажутся простыми. Бэктейл на фэки. Бэктейлы вообще неприятные. Вообще совсем. Я вообще не видел, чтобы он делал бэктейлы. Но он волшебник. Вы не слушаете, что я вам говорю. Я серьёзен. Значит, еду и такой... Я попробую ещё разок, просто для вас. Никогда не надо расслабляться, он волшебник. Сколько раз в этом видео Винни скажет, что Энди волшебник? Напишите в комментариях. Вы можете услышать это миллион раз. Потому что он волшебник. Носблант вот здесь. Для волшебника. Блин. Окей. Потому что он волшебник. Фронт-блант на фэки. Я попробую ещё раз, я хочу приземлить. И всё ещё волшебник. Ты можешь довести его до печи буков, но сделать трюк, который он не сможет приземлить хотя бы со второй попытки, будет реально сложно. Ты прав. Я так не думаю. Я думаю, он всё ещё меня щадит. Он пытается плавно меня подвести к тем трюкам, которые я не смогу сделать. Ну давай, бро. Фронт-ноус. Я даже пытаться не буду это повторить. Погоди, а что он делает? Фронт-ноус слайд. О, боже. Он волшебник. Вот это событие у нас тут произошло. Вот где начинается вечеринка. Он готов. Окей. Просто это не мой сет. Я просто хочу... Да ладно, пофиг. Окей, я просто хочу напомнить тебе, что мы играем в скейт по всему парку. Что, Боул тоже считается? Весь парк. Серьёзно. Вот это уже становится интересно. Начну с файво по этому рейлу. Он волшебник. Почти сделал, чел. Да, я чуть не умер. Вот что я почти сделал. Фронт-сумить по рейлу с двумя кингами. Но я не сказал, что сделаю ванет-яу. Окей. Я скажу переделать. Переделываем. Ты будешь переделывать с ванетти, чтобы всё было ясно. Определенно переделываю. Но называть ли ванетти, буду ли я делать это с ванетти? Я думаю, это то, что должно произойти. Я бы на твоём месте сказал бы ванетти. Ну тогда смит ванетти. Смит ванетти. Ну тогда мы объявляем повтор. Смит ванетти, задаваемый трюк. Это правда. Нельзя просто брать, загадывать смит, и потом сойти в фейки посередине, и такой типа всё. Нет, ты не назвал ванетти, ау. Я на такой штуке не катаюсь вообще. Я сделаю... Это немного рискованно, чел. Я сделаю ноус-волли через эту маленькую пирамидку там. Тебе придётся ехать с этой стороны. Вдавайся. Я не понял вообще даже, как это просто физически возможно. Типа он взлетел вверх вот так, и каким-то образом прямо перед касанием такой «Воп!» Я вообще не знаю, что сказать. Ты же почти сделал это. Щекотнуло меня. Щекотнуло. Окей, сделаю рейл-мок на этом рейле с вылета. Просто идёшь по рейлу и спрыгиваешь. Как Скайуокер. Окей. Здесь, в Калифорнийском тренировочном центре, слежу за очень-очень крутыми профессиональными скейтерами. Сидя на этом рейле, живу полной жизнью. Я просто улечу. Улечу лицом в пол, серьёзно. Как это называется? Волшебная походка? У меня аж мурашки по спине прошли. И я не знаю, хорошо это или плохо. Ты же делал это фронтсайд, да? Да, я уберусь, я уберусь жёстко. Нет, я не буду это пробовать. Это риск для моего здоровья. Берёшь букву? Да, без сомнений. Окей, окей. Это было страшно, я думал, я сложусь пополам. Ты у нас сменился, лидер. Что будет дальше? Я просто знаю, что мне нельзя падать. Потому что в свой следующий ход Винни будет делать все трюки, которые он знает, что я не могу сделать. Это безумие. Знаешь, он был очень вежлив. Он делал трюки, которые он думал, что я могу сделать, если я очень постараюсь. Так что я должен поступать с ним так же. Пока я не упаду, и тогда уже будет бой насмерть. До самого конца. Или я могу начать бой насмерть уже прямо сейчас. Ну да. О, блин. Знаешь что? Единственный трюк, который приходит мне на ум. Да, узмайнул по тому квотер-пайпу, и потом ноли обратно. Вот это вот трюк волшебника. Винни это сможет. Винни это сможет. Я знал, что он сможет, я это знал. Я уже видел, как Винни катает в квотер-пайпах подобным образом. Я знал, что он сможет. Вы видите, как Энди, типа его уровень контроля. Это для тех, кто нас сейчас внимательно смотрит. Я не знаю, заметили ли вы, но когда вы здесь наблюдаете, самые хорошие скейтеры ничего не делают с вот этим. Они не делают ничего, что задействовало бы верхнюю часть тела. И вы можете заметить, что Винни и Энди, они всё это прошарили. Все движения ниже пояса. Они это могут. Фронтсайд-борд слайд по змеиному рейлу. Нормально. Он не указал, нужно ли его обязательно делать по всему рейлу. Это правда. Я засчитаю это. Это правда. Я перехитрил его здесь. Он перехитрил волшебника. Окей, маленький бэксайд-бэш. Как вообще делать бэксайд-бэш? Знаете, Винни этого не признает, но он тоже всё-таки немного волшебник. Я сделал это первый раз. Ты уже проапгрейдился до начинающего волшебника. До ученика. Я ученик волшебника. Окей, ученик волшебника. Это было очень круто, чел. Ты смог это? Ты сделал это? Да, ты сделал это. Окей, вот трюк, который я ещё никогда не пробовал. Я буду делать фронт-смит на фронт-рок с высокого квадр-пайпа на низкий квадр-пайп. Великий скот. Не облажайся. Я не давлю. Бордслайд вверх по грани. Весьма липкая. Не совсем, но... Всегда хорошо знать, насколько она липкая. Ладно, пошли к большому рейлу. О, боже. Ладно, сейчас ходит Винни. Начнём попроще, я сделаю свеч-олли. Не могу дождаться, чтобы увидеть, как он это делает. Свеч-олли? Да. Это что-то, что он не делал? Никогда. До этого момента. Я это никогда не делал. Посмотрим, что произойдёт. Волшебник! Мне понравилось. Теперь я сделаю свеч-фронт-мон-эти. Блин. Мы ещё не видели ни одного фронт-фут-импоссобла за всю эту игру. Но если у него будет ещё один ход... Если у него будет ещё один ход, я заставлю его. Пушу! Нолли-ноус-слайд. Буква! Просто для развлечения я сделаю ноус-слайд. Без нолли. Я сделаю нолли-крукет. Я не буду врать, я не сделаю нолли на крукет. Но сделаю просто крукет. Сделаю нолли-фронт-фибл с семи. Это было больно. Больно в душе. И больно в реальной жизни. Окей, это интересное... Интересное развитие событий, которое я не совсем ожидал. Окей, пол-джем. Вот там, где вылет на рейл. Посмотрим, смогу ли я. Это было так громко, ладно. Я ехал с полной отдачей, и потом такой... Не-не-не, всё, хватит! 50-50 вверх по рейлу с двойным кинком. Фронт-фут импособла. Окей. Эй, да я его ещё не приземлял. Это последняя попытка, так что, походу... Ну, посмотрим, чел. Он мог бы и вниз скользить, всё равно бы меня вынес. Блин. Волшебники. Ну, всё, я зову поддержку. Энди! Да, я здесь, братан. Я прошу, чтобы ты меня подменил. Окей, я понял тебя. Ну, конечно же, для меня он не приземлил. У меня ещё одна попытка. Сам себя победил. Я не смог это повторить. Потому что он волшебник. Может, ты сам попробуешь? Нет, я не хочу это пробовать. Нет. Прошла уже минута с тех пор, как он это приземлил, и поэтому ко мне уже возвращается возможность говорить. Это была невероятная, непредсказуемая игра. Бога против волшебника. Но победитель... Энди Андерсон. Спасибо, ребят. Спасибо. Спасибо большое. Вау. Он там просто отжигает сейчас. Да. Это была одна из величайших скейт-битов, которые когда-либо происходили на этом YouTube-канале. Так что вам, ребят, стоит заценить Энди Андерсона, зацените Винни Бона. Вся информация о них будет внизу, в описании видео. Ведь эти ребята просто нереальные. У меня просто на это нет слов. Никаких слов. Зацените MindControlProducts, йоу. MindControlProducts.com, йоу. Абсолютно. Вот здесь вот ещё видео. Зацените и их подписка, лайк, комментарий внизу. И кого бы вы хотели увидеть в нашей следующей битве? Хотя я не думаю, что мы когда-либо превзойдём эту. Никогда не знаешь? Никогда не знаешь. Увидимся. MindControlProducts, йоу.